так всем привет так я скорее всего нахожусь сейчас прямом эфире пока пытаюсь собраться понять что происходит и так я в эфире отлично а как же мне увидеть чат вот это вот очень интересно я вижу что кто-то уже подключается отлично очень классно три человека круто так это мой пробный прямой эфир поэтому я извиняюсь что возможно какие-то небольшие неполадки в том числе я почему-то не вижу чат и мне от этого очень грустно потому что мне очень нужен чат так как я не могу понять слышите вы меня или нет я думаю что вы не можете дать буквально две минуты чтобы я настроила прямой эфир одну секунду так вижу что подключаются люди это очень-очень классно но блин почему-то я не вижу чат это очень-очень грустно классно же вижу что есть отметки мне нравится я надеюсь что вы слышите меня по крайней мере я вижу что звук идет и идет и видео и аудио это конечно очень очень классно давайте я еще раз попробую поискать чат если он не найдется то к сожалению придется наверное без чата хотя это потеря конечно огромная для меня потому что мне будет никак не увидеть ваши реакции еще пожалуйста одну минуту я посмотрю так давайте зайду сюда еще раз ага подождите я кое-что нашла отлично хорошо я нашла прямой эфир но я так и не увидела чат ладно сегодня значит мы будем без чата это будет пробная пробный прямой эфир и надеюсь что он вам понравится и так для тех кто зашел сюда в первый раз и вообще все кто видит меня в первый раз всем привет меня зовут кристина и я веду канал на ютюбе о саморазвитии о том как писать книжки о том как правильно вести бумажные ежедневники и так далее я на самом деле действительно очень взволнованно потому что это мой первый прямой эфир и я тот человек который вы знаете который в зуме без камеры обычно то есть всегда меня слышно но не видно я очень не люблю включать камеру но тем не менее сегодня я здесь и я расскажу в чем же смысл моих прямых эфиров значит для начала этот прямой эфир будет где-то длиться от 30 до 40 минут с учетом того что я не вижу чат он будет немножко дольше то есть немножко короче но тем не менее 30-40 минут вашего времени и сначала я расскажу вам о цели моего прямого эфира а потом я отвечу на вопросы которые вы оставляли в сообществе и так для чего же вообще я сделаю этот прямой эфир как вы знаете мои подписчики знают что на своем канале по большей части я рассказываю о том как вести ежедневник о том как планировать как эффективно использовать свое время но ежедневники планирования занимает конечно мне кажется процент вообще от моей жизни и большее время кроме работы я уделяю внимание писательству я так коряво сейчас говорю потому что обалдеть как я переживаю поэтому извиняюсь сразу же а значит большую часть своего времени я уделяю писательству и вот видите я начинаю переживать на самом деле писательством я начала заниматься еще с детства когда я была маленькая я писала всевозможные стихи какие-то знаете четверостиши смешные там про щеночков собачки так далее подростковом возрасте у меня был огромный поток вдохновения у них была неразделенная любовь и я писала очень много стихотворений эссе и между прочим они занимали призовые места в городе котласе в котором я родилась то есть у меня все таки была какая-то предрасположенность к тому чтобы постоянно писать и в 2017 году я издала свой собственный сборник я сейчас вам его покажу вот этот сборник это моя гордость он называется вырванные страницы сборник стихов и короткой прозы я просто решила что мне кажется это не честно по отношению к моему творчеству что она просто находится где-то в столе и что возможно кому-то мое творчество могло бы быть полезным вызвать какую-то эмоцию при этом провести время в конце концов и таким образом я издала свою первую книгу через платформу ридеры у меня есть видео на моем канале об этом вы можете его подробно посмотреть и также в 2017 году я решила написать сказку про катю и лену у меня тоже есть много очень видео на эту тему это моя такая детская мечта то есть детский сценарий который я придумала и через какое-то время я все-таки решила оформить его в книгу и в 2017 я отправила эту книгу на конкурс к сожалению я ничего не добилась но тем не менее это был колоссальный опыт и в 2020 году я все-таки верши решила вернуться к писательству не знаю что меня побудило я написала тогда новогоднюю сказку для детей и на мое удивление эта сказка выиграла конкурс от литрес новогодние новогодние чудеса и вот у меня тоже есть сборник вот этот вот смотрите как классно новогодние чудеса то есть там по моему 13 14 историй от победителей и в этом году я продолжила также писать короткие истории то есть какие-то рассказы короткие истории и они также входили в шорт-лист и и вот с чем я столкнулась дело в том что когда ты пишешь какую-то интересную историю тебе очень сложно визуально ее подать читателю например когда вы рисуете то вы можете сфотографировать то что вы нарисовали и выложить в инстаграме люди могут зацепиться за очень красивую картинку увидеть посмотреть что у вас есть подписаться и так далее селфи конечно же да там всегда очень красиво продвигают себя как личный бренд но как ты будешь продвигать текст это очень сложно потому что ну давайте смотреть правде в глаза сейчас текст практически не читают я смотрелась что статистически stories который идет 15 секунд в инстаграме его смотрят примерно 5 секунд а текст вообще особо не читают то есть только избранные люди которые возможно также там любят писать посты они также читают посты других людей и зацепить внимание другого человека очень сложно и в особенности я задалась вопросом а как же тогда продвигать себя как писателя у которого нет никакого имени как себя продвигать то есть как помочь твоему произведению дойти до читателя потому что ну я уверена что на каждое произведение найдется свой свой читатель это понятное дело но в потоке вот этой огромной информации которая на нас сваливается до в потоке вот этих найти кричащих названий очень ярких обложек очень очень сложно донести свое вот маленькое творение до читателя чтобы ему понравилось чтобы это прошибло на слезу чтобы вызвало улыбку и в какой-то момент я подумала о том а что если я организую такие такую серию прямых эфиров то есть которую я назвала у камина с кристиной то есть это такие вечера в которых я могла бы читать и озвучивать свои произведения эта идея мне появилась тогда когда в 2020 году когда я выиграла конкурс как раз таки с новогодней истории одним из призов к этому конкурсу была аудиоверсия книги и когда я прослушала как звучит то что я написала это было волшебно потому что слушать произведение невероятно приятно и я очень хотела подарить своим историям свой собственный голос то есть вот так как я вообще пишу эти истории то есть с какой интонации с какой подачи я разговаривала с литресом и они сказали что сейчас для авторов которые сами издаются то есть авторы сам издаты такой функции сожалению нет то есть вы не можете на сайте сами озвучить свою историю и выложить ее ну раз не получается в одном месте то почему бы не попробовать это сделать на ютюбе почему бы не попробовать организовать такие прямые эфиры потому что если история вам понравится если вам будет приятно их слушать то тогда возможно я смогу найти ключик к сердцу читателей и вообще мои истории смогут найти своего читателя и возможно этот прямой эфир станет для вас вдохновением и вы также сможете давать голос своим собственным произведениям которые пока не нашли своего читателя мне очень жаль конечно что я не могу посмотреть чат и поговорить с вами но надеюсь что вы меня слышите надеюсь что звук нормальный и с учетом того что в прямом эфире все еще остаются люди значит звук есть так вот сегодня а значит и немножко рассказала преамбулу сегодня мы с вами будем слушать одну из историй которая называется легенда о рыбаке и русалке эту историю я написала летом этого года также отправляла ее на конкурс и мне было очень приятно что она попала в шорт-лист из 470 работ то есть у нее есть потенциал конечно до финала она не дошла но все равно эта история очень любима мной действительно я ее очень ценю и я надеюсь что она вам тоже понравится и так не будем уже больше оттягивать сегодня у нас начинаются чтение в прямом эфире и сегодня первое произведение которое будет это легенда о рыбаке и русалке ну что ж вы готовы тогда я начинаю чтение я думаю что к нам уже присоединились все кто хотел и все кто хотел остались в прямом эфире поэтому начинаем чтение электричка подав громкий звуковой сигнал медленно набирала ход маленькая девочка карина сидела у окна и смотрела на маму и папу которые стояли на платформе и махали вслед руками вскоре родители остались где-то позади и поезд пыхтя и стуча колесами увозил девочку к морю где жила ее бабушка старая женщина жила в небольшом доме с голубыми ставнями он стоял на высоком обрыве откуда открывался чудеснейший вид на воду и ближайший поселок прямо под утесом располагался песчаный пляж на который лениво накатывали соленые волны к нему невозможно было спуститься по отвесным скалам хотя однажды бабушка сказала карине придет время и я покажу тебе секретную дорогу которая ведет к пляжу а когда это случится спрашивала внучка не торопи события отвечала и бабушка и подмигивала но обещаю что однажды разбужу тебе среди ночи и мы пойдем купаться в море при свете луны договорились ах конечно только родителям не будем рассказывать хорошо хорошо карина очень любила бабушку ведь каждый раз перед сном старая женщина рассказывала ей новые истории о здешних краях бабушка говорила что придумывает их на ходу но когда во время рассказа глаза женщины наполняли слезами карина невольно думала может часть событий была на самом деле бабуля расскажи мне сказку перед сном попросила девочка одним теплым южным вечером она гостила в домике на утесе уже месяц какую именно историю ты хочешь ласково спросила бабушка мне нравится легенда о рыбаке и русалке она моя самая любимая тогда ложись удобнее и слушай давным давно в одной маленькой деревушке жил молодой рыбак семья его была большая отец с матерью три брата и столько же сестер все старшие братья в роду занимались рыболовством и продавали рыбу на местном рынке но в этом году семью постигло несчастье не было улова а без рыбы нет еды на пропитание и денег на жизнь в трудном положении они оказались если на этой неделе не будет улова братьям и сестрам придется голодать и просить взаймы у соседей в один из дней отправился старший сын на песчаный берег где обычно удачу всегда ему улыбалась опустил удочку в море и сказал сам себе не уйду пока не поймаю хоть одну рыбешку и стал ждать так он просидел целый день а улова все не было солнце спряталась за горизонтом море потемнело уставший и изнеможденный прикорнул рыбак и удочка выпала у него из рук а когда он очнулся удочку уже уносили капризные волны рыбак бросился за ней вдогонку и на глубину но от усталости не хватило сил молодому человеку выбраться на поверхность и он стал тонуть думал рыбак только о том как же теперь его семья останется без еды и средств к существованию ах вскрикнула карина неужели он утонул ты же знаешь эту историю улыбнулась бабушка да но всегда переживаю вдруг она закончится по-другому тогда слушай дальше поглотила море рыбака и унесло на дно уже прощаясь с белым светом и испуская последний вздох молодой человек почувствовал чьи-то руки а потом кто-то подхватил его и силой выдернул из воды рыбак очнулся на пляже оглянулся но никого не было лишь мелькнул вдалеке среди волны большой чешуйчатый хвост и тут случилось еще одно чудо на песчаный берег его ногам стала выпрыгивать рыба большая маленькая полосатая в крапинку длинная плоская таких он за всю свою жизнь не видывал молодой человек собрал добычу и ушел в деревню но чудесный хвост и легкие тонкие руки не выходили у него из головы оказалось что рыба которую принес старший сын обитает только на глубине еще ни один человек в их семье не приносил такой богатый улов на следующий же день родители отправились на базар и заработали столько денег что могли спокойно бы жить целый месяц все спрашивали молодого человека где он наловил такого чуда но молчал рыбак на следующий вечер пришел на пустынный пляж и стал ждать вдруг на море поднялись волны усилился ветер и к нему на берег опять начала выпрыгивать рыба а вдалеке мелькнул большой переливающийся хвост испугался рыбак ведь он не раз слышал истории о загадочных существах полу рыбах полу людях но никогда их не видывал однако любопытство переселила и крикнул рыбак что есть силы не нужен мне твой лов спасибо лучше покажись мне море успокоилась рыба перестала выпрыгивать на берег а потом среди затихающих волн показалась девушка волосы и и были фиолетовые цвета спелой сливы кожа такая белая прозрачная что через нее можно рассмотреть все вены по которым бежала синяя морская кровь пушистые ресницы раскрылись и черные глаза поразили рыбака в самое сердце влюбился молодой человек в девушку без памяти он побежал к воде чтобы взглянуть на нее поближе но испугалась незнакомка нырнула на глубину однако успела видеть рыбак что вместо ног у девушки был большой рыбий хвост молодой человек остановился на берегу можно увидеть тебя завтра еще раз прошептал он на море не ответила ему и с этого момента потерял рыбак всякий покой каждый раз приходила на берег и ждал девушку с фиолетовыми волосами как только показывался ему чешуйчатый хвост забывал рыбак как дышать сердце его стучало сильнее по телу пробегала дрожь время от времени выбрасывала русалка на песчаный берег новый улов с благодарностью забирала рыбак его относил семье но к рыболовству потерял интерес отец и мать переживали за старшего сына но он обеспечил их едой и деньгами а о большем они не спрашивали с каждым разом подплывала русалка все ближе к берегу видны были перепонки между ее тонкими пальцами когда она хватала за камни выступающие над морем рыбак заметил ракушки запутавшиеся в ее густых волосах и мечтал когда-нибудь до них дотронуться но не смел боялся что больше не увидит таинственную незнакомку так и сидели они вечерами не проронив ни слова она в море а он на пустынном пляже вскоре рыбак накопил достаточно денег и построил дом на холме рядом с берегом небольшой чтобы быть ближе к любимой в один из вечеров подплыла русалка к молодому человеку так близко как никогда раньше притворился рыбак что спит чтобы не напугать ее а когда она оказалась совсем рядом открыл глаза притянул загадочную девушку к себе и поцеловал ее губы оказались холодными как лед отстранилась от него русалка засмеялась и смехи был подобен журчащему ручейку в жаркий день а потом бельнула хвостом и скрылась среди волн влюбленный рыбак вернулся к себе домой и лег спать а на следующее утро открыв глаза с удивлением обнаружил что русалка сидела возле него на краешке кровати кожа и и зарумянилась хвост исчез а глаза изменили цвет и стали такими же как у рыбака голубыми ты наверное удивлен но не пугайся русалки приобретают качество тех существ которых их касаются именно поэтому наш род живет на дне моря вдалеке от людей рыб и других водных обитателей прикоснувшись ко мне ты подрел мне возможность говорить и выглядеть как человек но ненадолго вечером я снова вернусь море и обернусь русалкой а можешь ли ты стать человеком насовсем спросила рыбак девушка задумалась чем больше я буду проводить времени среди людей тем сильнее стану на них похоже ты хочешь чтобы я осталась я хочу чтобы ты стала моей женой вскричала рыбак выходи за меня я выполню все твои желания и стану до конца жизни о тебе заботиться русалка согласилась и на следующий же день пригласил молодой человек местного священника чтобы обвенчать влюбленных так и стали они жить в домике на холме рыбак забыл про семью и друзей он был счастлив и весел днем он красил стены делал мебель рыбачил а русалка сидела на подоконнике и развлекала его своими рассказами о море и подводных существах все больше она была похожа на человека и все реже уплывала в море перепонки между пальцами давно исчезли рыбак вычисли гребнем запутавшиеся в локонах ракушки и она научилась заплетать волосы длинные косы однажды рыба русалка спросила рыбака помнишь ты обещал что выполнишь все мои желания конечно ответил он все что хочешь ты знаешь что хоть я и похож на человека но все еще русалка к сожалению мы жители море не можем иметь потомство а мне бы так хотелось вырастить собственное дитя что же делать спросил рыбак укради для меня девочку новорожденную предложила русалка будем растить ее как свою каждый день я буду оберегать ее и целовать и тогда я буду полностью счастлива рыбак согласился и на следующий же вечер прокрался в деревню и украл малышку что тогда случилось мужчины проверяли конюшни и ближайший лес женщины плакали и молились чтобы ребенок нашелся может дикое животное пробралось деревню но все поиски были напрасными никому в голову и не пришло проверить домик на холме шли годы о том ужасном дне в деревне все забыли девочка росла в любви и заботе вдалеке от людей и однажды как только исполнилось малышке восемь лет подошла русалка к рыбаку не всю правду я рассказала тебе мой муж но надеюсь ты меня поймешь наш русалочий род погибает мы не можем иметь детей и с каждым годом на становится все меньше единственное спасение это человеческий ребенок которого мы должны воспитывать 8 лет чтобы передать ему магию нашего рода и вот сегодня время пришло наша дочь готова встретиться с морем и стать его частью а я должна уйти вместе с ней рыбак смотрел на жену и не знал что ответить ведь он любил дочь и не готов был с ней прощаться как не был готов и отпустить русалку ты тоже меня покидаешь мы принадлежим морю и другого нам не дано заплакал рыбак заплакала и русалка потом она ушла сад и вернулась с маленькой дочкой все вместе не спустились к пляжу русалка обняла девочку поцеловал ее в лоб и они вместе стали заходить в воду навстречу солнцу рыбак смотрел на дочь и видел что чем дальше заплывала малышка от берега тем меньше в ней оставался человека черты лица заострились кожа побледнела глаза стали черными а вместо ног появился чешуйчатый хвост девочка повернулась и помахала отцу перепончатой рукой мгновение и обе русалки исчезли среди зеленых волн долгий рыбак ходил по берегу ожидая что дочь и жена которых он так любил вернуться он заламывал руки и плакал но уплыли русалки оставив его одного не были они никогда частью этого мира а он никогда бы не стал их частью так и уснул рыбак на берегу мысленно обнимая свою семью а утром кто-то коснулся его лица молодой человек открыл глаза рядом с ним сидела жена и гладила его по щеке ты вернулась хрипло спросила рыбак прижав к сердцу любимую русалка крепко обняла мужа в ответ а потом сказала мне нет больше места в море потому что я люблю тебя сильнее родных волн поэтому я останусь но при одном условии мы должны отдавать море ребенка каждые восемь лет иначе не бывать нам вместе вытер рыбак слезы он был рад что русалка вернулась к нему даже такой ценой украдит для меня еще одного ребенка давай вырастим его вместе и подарим столько тепла и заботы сколько подарили бы своему собственному дитя рыбак согласился и на следующий же вечер выкрал из деревни очередного младенца так и повелось в этих кругах что раз в восемь лет исчезала из деревни ребенок ищут его ищут а найти не могут вскоре появилась поверье что если в доме рождалась девочка то быть беде кто-то связал эти пропажи с днем когда семья рыбака привезла на базар диковинную рыбу те кто ее покупал оказывались прокляты и злые духи забирали у них новорожденных из-за этого в деревне перестали покупать рыбу а семья рыбака осталась без работы им пришлось собрать все свои накопленные средства и переехать туда куда не дойдут дурные слухи о старшем сыне они ничего не знали и уже давно решили что он сошел с ума в деревне больше никогда не рыбачили не плавали в море и рассказывали о тех страшных днях лишь опытом чтобы не накликать беду а что на самом деле случилось рыбаком спросила карина говорят они с русалкой так и жили в том маленьком домике на холме волны со временем подточили берег и одна часть холма превратилась высокий опасный утес пожилой рыбак уже не мог опуститься к песчаному берегу чтобы прощаться со своими детьми но его жена каждые восемь лет отправляла в море подросшую девочку чтобы русалочий рот не прекратился а когда рыбак уже совсем постарел она помогла ему в последний раз дойти до берега поцеловала и обняла его как когда-то давно он обнял и поцеловал его и забрала его с собой в морскую пучину больше их никто не видел какая плохая ты русалка сказала девочка бабушка рассмеялась ну что ты ведь по легенде они любили друг друга однако все имеет свою цену надеюсь что теперь она не забирает детей будешь себя плохо вести заберет и тебя ответила бабушка и вместе с внучкой они от души посмеялись поздно вечером когда карина уже спала женщина взяла старый масляный фонарь зажгла его и вышла из дома многие тяжело переступали по камням когда она спускалась к пляжу старая я совсем прохретела она наконец женщина вышла на берег села на камень опустила уставшие ноги в воду и стала ждать вскоре среди темных волн переливающихся при свете луны мелькнул рыбий хвост а потом на берег выплыла русалка кожа была ее такой тонкой что можно видеть вены по которым текла голубая морская кровь время проведенное с людьми не пощадила тебя сестра сказала русалка знаю что ты устала но наш род должен продолжаться неужели пора спросила старая женщина восемь лет прошло с каждым разом ты все сильнее привязываешься к человеческим детям но помни что они принадлежат морю они не твои внуки хоть ты заставляешь их семьи думать именно так твоя судьба тяжела но позволь пучине забрать то что ей по праву принадлежит ведь когда-то ты обменяла это обещание на любовь русалка нежно коснулась перепончатыми пальцами седых волос своей сестры прощай сказала старая женщина и по сухой щеке потекла соленая слеза прощай шепнула русалка до следующего раза если у тебя еще останутся сила а если нет то мы с твоими сестрами ждем тебя там на глубине мы ждем тебя домой и девушка рыба взмахнул хвостом оплыла старая женщина поднялась взяла масляный фонарь и направилась к дому на утесе который когда-то построил для них влюбленный рыбак карина сладко спала в кровати у крыши с теплым одеялом бабушка еще какое-то время смотрела на внучку а потом наклонилась и поцеловала ее в лоб девочка проснулась что такое бабуля старая женщина глубоко вздохнула и улыбнулась мне кажется сейчас самое время спуститься на песчаный берег и поплавать при свете луны что скажешь все это конец истории и я надеюсь что со мной еще остались люди о ничего себе прямом еще эфире еще остались люди которые дослушали вот такая история легенда про рыбака и русалку она для меня не знаю почему какая-то очень личная и очень трогательная и мне кажется что в этой истории есть частичка моей души обычно когда я читаю мне на глаза просто накатываются слезы но так как я в прямом эфире и я очень переживаю то тревожность вытесняет слезы которые у меня могли бы появиться такая вот эта история я понимаю что как я говорила в начале что автору у которого нет имени который просто пишет свое удовольствие очень сложно достучаться до аудитории и я надеюсь что вот эти несколько человек которые сегодня прослушали эту историю получили какое-то удовольствие от нее что эта история вам понравилась что она вызвала вас какие-то эмоции дала вам возможность не знаю хорошо провести время может быть всколыхнула вас какие-то воспоминания или какие-то старые сказки истории с вашими бабушками это было бы конечно очень здорово мне хотелось бы почитать конечно ваши комментарии вашу обратную связь но к сожалению я не вижу чат сказал это я уже десять раз поэтому у нас не будет обсуждение этой истории но у меня есть одна просьба к вам после окончания этого прямого эфира у меня будет возможность оставить ссылку на эту историю в комментариях под сохраненным эфиром и я очень прошу всех кто послушал эту историю перейти по ссылке и по возможности проставить звездочки там есть рейтинг книги и оставить комментарий книгу покупать не обязательно потому что вы ее уже прослушали но чем больше рейтинга получит книга чем больше не будет комментариев тем больше ее будут предлагать читателям и тем самым вполне возможно книга будет приходить от читателей к читателям и радовать их книга это громко сказано это конечно рассказ вот такие вот у нас сегодня были посиделки они были небольшими и эфир был немного мне кажется скомканным но тем не менее это первый эфир и я очень надеюсь что он вам понравился у меня осталось парочка вопросов которые я хотела бы озвучить одну секунду да мне задавали вопросы в сообществе и сейчас я на них отвечу в конце эфира итак первый вопрос здравствуйте очень интересно ведете ли вы рефлексии идеи заметки проекты и в какой форме и где бывают придут какие-то осознания или идеи или идеи по проектам которые хочется зафиксировать но ежедневники все расчерчено а носить собой несколько блокнотов не хочется надеюсь что запись будет я тоже надеюсь что запись будет смотрите вот как раз таки о том где я храню все свои идеи у меня есть три инструмента которыми я пользуюсь 1 это конечно же блокнот у меня есть вот такой вот маленький блокнотик то есть я выбрала тот блокнот который бы в лес в любую сумочку и там соответственно я пишу какие-то свои заметки я только начала его вести кстати говоря буквально недавно вот у меня уже есть парочка заметок вот 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 здесь там вообще мои стихотворение которые не придумала то есть все идеи для рассказов если под рукой нет телефона но есть ручка и есть блокнота всегда можно записать какие-то идеи в этом маленьком блокноте кроме того я пользуюсь заметками в своем телефоне понятно вот здесь вот вот здесь вот вы видите так 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 вот у меня даже заметки отсвечивает заметки находятся вот здесь то есть сразу же у меня очень быстрый доступ к заметкам и там есть отдельная папка которая называется идеи и как раз таки в этой папке хранятся все мои короткие заметки то есть что-то пришло в голову я быстренько печатаю и сохраняю эту папку потом когда у меня ну допустим какой-то ступор становится когда я пишу что-то то я могу заглянуть заметки и посмотреть какие же идеи приходили ко мне в голову и есть еще один инструмент это конечно же диктофон диктофон вообще я считаю самый классный инструмент и недооцененный я не знаю почему потому что мало кто-то им пользуется но это же прям замечательная идея наверное будет отвечать но вот видите у меня куча записи в моем телефоне буквально вчера в 4 утра я делала маленькую то есть сегодня в 4 утра я делала маленькую запись о продолжении Кати и Лены моей истории да мне пришла в голову идея что рассказ который я хотела написать его можно так переделать чтобы он оказался продолжением истории двух сестер и соответственно эти записи иногда они короткие когда у вас заняты и не знаю руки то есть вы не можете печатать вы всегда можете быстренько что-то сказать в диктофон и потом это где-то переписать и воспроизвести если у вас будет творческий кризис это что касается писательских идей то есть очень просто еще один вопрос уважаемая Кристина здравствуйте здравствуйте мой вопрос на каким произведениям вы работаете сейчас можно без названия хотя бы жанр над каким я работаю я работаю ребят я работаю над всем подряд вот серьезно это это ужасно когда очень много идей то работать над всем сразу но на самом деле я хочу закончить все таки мою историю про двух сестер Катей Лены в стороне Луна Тине а у меня очень много времени вы понимаете то есть я изменилась мое мировоззрение изменилось и только писать книги ну как я считаю нужно писать тоже изменилась поэтому сейчас мне приходится практически заново ее переписывать я дала книгу редактору Литреса он с ней ознакомился внес какие-то свои правки и уже поверх его правок я сейчас переделываю главы то есть что-то прям режу сильно а что-то просто меняю структуру какие-то предложения добавляю какие-то уточнения и в принципе сейчас рассказ ну рассказ эта история выглядит уже более цельный поэтому это моя цель до конца года я очень хочу опубликовать эту историю и хочу сделать именно бумажную книгу в твердой обложке прям классно я уже сказала иллюстрацию и в инстаграме я делилась этой иллюстрацией то есть мне нарисовали потрясающую обложку она очень красивая она такая яркая и мне не терпится уже быстрее и быстрее выпустить эту книгу потому что уже пора знаете есть произведение которое нужно дозреть вот эта книга уже перезревает то есть ее нужно уже выпускать и что бы она тоже находилась у его читателя кстати говоря у меня тоже есть одна из таких идей если прямые эфиры я продолжу эту серию прямых эфира то перед новым годом перед запуском книги я планирую прочитать пару глав здесь прямом эфире мне кажется что это будет очень интересно так вы можете понять о чем же будет эта книга в каком жанре ну то есть как она будет написана и также сейчас у меня идет серия коротких рассказов я их пишу время от времени то есть когда у меня появляются вдохновения когда появляются силы я пишу короткие рассказы у меня есть два сборника один сборник это короткие рассказы сказки для детей то есть они реально небольшие они чуть вот меньше наверное легенды легенды о рыбаке и тусалке и есть второй такой пул рассказов это рассказы уже для взрослых такие короткие рассказы есть совсем маленькие такие эссе а есть действительно рассказы такой развернутой истории и сейчас я пытаюсь их рассортировать посмотреть где материала больше и там где как бы объем написано уже больше вот именно в эту историю я пойду то есть доделал сначала один сборник потом второй но я не тороплюсь потому что писательство дело такое помимо этого есть работа это все наверное сегодня я думаю что прямой эфир ну как бы блинов но получился я надеюсь что он также сохранится спасибо большое всем кто его посмотрел спасибо большое что вы остались со мной до самого конца действительно это было очень 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 важно спасибо что вы вы выдержали мое волнение и мне будет очень приятно если вы поможете мне и оцените легенды о рыбаке и рассалке на литресе это будет огромным для меня подарком всем спасибо и тогда я завершаю трансляцию а следующую трансляцию я надеюсь что сделаю через неделю и постараюсь разобраться с чатом чтобы мы с вами уже могли поболтать хорошо всем счастливого пока пока все завершает трансляцию все